О, Ярослава, пиветик! Пиветик! Садись, это я! Пивет! Какой ты красивый! Слушай, у меня была такая футболка в детстве, короче, мне дед подарил, дед подарил, он уже меня занимается овосями. У него еди, там помидоры, короче, я... Так это не помидоры, и не редис. Что, как это не помидоры? Это с помидором, вот, еди, а у тебя вот. А это зверь в дыне. Может быть, да. Слушай, красивая ты такая, капец. Как дела у тебя? Красиво, пожалуйста. У тебя улыбка такая крутая. Я, короче, из Москвы переехал, я замазал, как бы. Ну, у меня батя нефтяник, а вот, и там мне тачки покупать. У меня седьмая машина уже, короче. Ага. Я вообще нихена не делаю, бабуетики мне на карточку приходят. Я девчоночек снимаю, каждый день у меня разные девчонки колысят, поняла? Ну, это не та информация, которую я должна была знать, конечно. А, подожди, ну, мы зачем тобой встретились? Ну, пообщаться, да? Ну, конечно, ну, что мы сегодня пообщались, завтра я с другой девчонкой пообщался. Класс. Что, так тебе не нравится? Ну, нет, конечно. А, подожди, а что тебе вообще надо тогда? Ну, я думала, как-то, ну, пообщаемся-то, может. Может, еще раз потом увидимся, получается, мы сегодня встретились, а завтра тоже с кем-то другим встретишься. Такая жесть текучка, ты понимаешь? Ну, как, ну, вот смотри, мы, у меня батя нефтяник. Это не серьезно. Он выкатил нефть в одно место. Все, нефть закончилась, уехал в другое место. Нахрена сидеть на одном месте долго? Угу. Хорошо. Попа за забоить сидеть на одном месте. Слушай, ты красивая, капец. Все понятно. Красиво. Как дела у тебя вообще, расскажи? Все хорошо. Короче, сейчас едем, короче, в клуб, потом, короче, сестренки, маятники смазываем, короче, вот. На тусовочку, на дискотечку, на гитаре поиграть, я еще могу тебе. Да нет, я думаю, нет. В смысле нет? Ну, как-то, я не знаю, я думала, как-то пообщаемся, там, я не знаю. Что просто посидим, пообщаемся? Ну, просто хотя бы посидим, там, кофе попьем, пообщаемся. А, зачем так долго время растягивать? А, ну, я не ожидала, конечно. Ну, поести надо быть. Мне, как дед сказал, мы, знаете, бедная семья, мы за земли в деревню. А дед пошел помидоры копать, короче, вот. Начал копать, короче, в яму, как нефть, как хлынет. Ты прикинь, вот это бабу этих пойти, а? Я за ранее на копейки ездил, сейчас, ты видишь, на чем я езжу? Ага, понятно. Вот, я же просто иду, мне бабки надо, я веду нефть и чопаю с огорода. Марына писал, там, у меня эти бизнесмены с Москвы писал, продал кого-то, и все. Теперь в Москве на Убьевке дом его застрою себе. Какой пощуп? Да седьмой дом, у меня еще один госпания есть. У тебя улыбка заразительная, капец. Класс. Всегда так разговариваешь? Нет, я за ранее, короче, нормально разговариваю, короче, вот. А я вечером просыпаюсь, короче. Просыпаюсь я вечером, один раз такой, это у меня один раз в жизни было. Ага. Я вообще не пил ранее, короче, а что-то ты хотел, короче, выпить, бухануть, короче. А я, знаете, где-то пятит самогонку, но там не видно, темень, лампочка сгорела. Я за поезд, бутылку достаю, короче, на килоте наиваю, а это нефть. Ты прикинь? О боже. Я нефть и выпью. Ну, почти тогда начался пиявить. Ну, после этого какая-то карма, ну, отчистилась, у меня хоть и бабки постоянно стоят и идти ко мне. Угу. Ты представляешь, короче, вот. Да. Я вообще... Ничего себе. Девчонкам вообще, я безотказный человек, я девчонке могу все, что хочется подоить. Угу. То есть, хочешь, куда ты хочешь поехать, где ты хочешь свадьбу собрать? Да, я не знаю, я не думала об этом. Так а что надо быстрее думать? Зысь, ты что-то, я тебе говорю. Мы сейчас... В смысле? Какая свадьба? Ты мне только что говорил, что завтра мы с тобой уже не увидимся. Ну, так это у меня все меняются планы казани. Потому что смотри, я сейчас в деревне выкупаю все огороды. Мало ли там еще нефть есть. А, еще нефть? Ну, ты что, конечно. А может мы золотую зылу найдем? Это же нормально вообще тема будет? Ну, конечно. Тебе надо нефть? В кости виду нефти подают. Что же делать быстро? Блин, я забыл, короче, я хотел бутылку нефти тебе набрать. Ну, ты нормально нефть. Ну, так надо было, блин. Ну, ты продашь. Может, я начала бы тоже как-то... И вообще, знаешь, у нас деревня была незнаменитая, Холодовка. Кажется, 700 человек было. А сейчас уже москвичи приезжают туда. Мэл Москвы. Продал дом на Рубьевке. Собирается в Холодовке покупать себе. Ты прикинь? Холодовка? Холодовка, деревня, 700 человек. Была. Сейчас уже 7000 там. А мы не пускаем никого. Нас председатель, короче, вот. У нас председатель, короче, там, никого не пускает в деревню. Знаешь, почему? Ну, потому что зачем-то сейчас москвичи стоят, пытаются купить у нас участки, мы никому не продаем. Ну, могли бы тоже денег заработать. Так, а зачем? Мы с дедом сейчас выкупим все участки, выгоним председателя, все, у нас нефтяное зыро будет и все. Мы сейчас прямо напрямую газопровод построим, трубу вот эту, нефтяную трубу построимся, прямо напрямую, короче. И будем нефть, короче, раздавать всем странам. Ты представляешь? Я тебе говорю, у нас деревня скоро крутая будет, короче. Если ты хочешь, хочешь, я тебя привезу, устрою на работу, тебе все там надо будет, состеренки крутить, ну, чтобы нефть, следить за нефть, чтобы не воловать, потому что в соседней дереве перестать избегать. У меня, в конце Зинка была, ну, в холодовке зазыла, поняла? Зинка, женщина моя была. Я ей не нужен был на копейки реездить. Короче, когда я стал богатый, ты все, она там ко мне, ты все там за мной бегаешь. На копейки ездил? На копейки я ездил, в конце. А как деревня говоришь? Холодовка. Холодовка деревня, очень крутая деревня сейчас. Подожди, это не ты снимался на ютубе? Ну, я видела твой канал. В смысле на ютубе? А, не, я скоро выкупил ютуб, выкупил ютуб скоро. В смысле, я видела, ну, я смотрела видосы с тобой, ты на копейки ездишь. В смысле? Ну, сейчас уже на копейки нет, зависит, что зататка у меня. Да ну блин, нет, не может быть, это по-любому ты, я тебя узнала точно. Я холодовку это узнаю, мне кажется, везде. Ты услышала название холодовка деревня? Да, да, вот именно с твоих видосов. Яйно? Реально. Ты такая красивая, капец. Спасибо большое. То есть, что серьезно меня узнала? Да, правда. На какой видос ты смотрела? Ну, я вот видела, там ты на красной копейке был, там с девочкой ехал. Блин, реально узнала меня? Серьезно. Просто по слову холодовка? Ну, нет, вообще у тебя такая манера вот разговора и вообще, да, вот эта холодовка, она меня именно уже подвела, потому что это по-любому ты. Ну, сначала, когда села, не узнала. Сначала, ну да, я так засомневалась, что это ты, ну да, я узнала тебя. Да? Да. А что ты так долго это держала? Ну, блин, интересно было послушать, интересно вообще просто было вот, ну, попасть в это все. Да? А, у тебя вот и регистратор, я его сразу даже не заметила. В общем, да, я тебе хотел разыграть, снимаю видос, ну, как ты уже поняла. Уже, блин, уже не первый раз меня узнаю, представляешь? Ну, видишь уже, значит, ты популярен. Да? Думаю, да. Ну, холодовка, видишь, уже знаменитая. Уже и да, уже надо какую-то другую деревню придумать. Ну, это моя родная деревня. Серьезно, есть такая деревня? У меня холодовка, находится она в Крыму. Вот. А, обалдеть. Я думала, ты сам это придумал. Нет, и дед Никифор, и холодовка все есть. 700 человек там реально живут. И не в Качате. Ну, мы скоро будем качать уже, да, сейчас помидоры. Не, ну, если в Крыму, тогда понятно. Ну, ты хоть повеселилась немного? Да, прикольно. Правда, прикольно. Я вообще, я... Не думала, что попадешь? Да, я очень рада, что вот я увидела с тобой, познакомилась. Да, не думала никогда, что попаду. Слушай, ну ты не против, что я видео добавлю в Ютуб? Я, хочешь, я на тебя ссылку в Инстаграм оставлю твою? Да, конечно, я не против. Вот, видишь, я тоже поняла, да, записывала? Да, я поняла. Ну, что, друзья, вот такой вот видосик получился. А все девчонки с пранков у меня в Инстаграм. Ну, вы в курсе, да? С вами был Сахар ТВ. До новых встреч. Пока. Ну, а, типа, пока. Всех обнял, поцеловал? Два Аза. Ну, а мы поехали гулять, да? Да. Прокатимся? Да. Ну, можно. Можно? Да. Все, друзья, всем пока. Ставим лайки, пишем комментарии.